Ребята, о которых пойдет речь в следующем сюжете, тоже являются яркими представителями молодого поколения. Теми, кто совсем скоро будет строить будущее нашей страны. В Славянске-на-Кубани прошел традиционный выпускной бал под названием «Завтра зависит от вас». Он собрал выпускников со всего Славянского района. А это свыше 400 ребят, которые отправляются в большое плавание, взрослую жизнь. О чем мечтают выпускники, с каким настроением расстаются со школой, узнали наши корреспонденты. Время – 7 часов вечера. На улице Красной начинают собираться выпускники. Через несколько минут им предстоит принять участие в торжественном параде. Юноши в строгих костюмах, девушки в красивых бальных платьях, гирлянды шаров, взволнованные лица родителей, последние напутствия учителей. Воздух буквально наполнен волнением и ожиданием чего-то нового, неизвестного, но в то же время радостного и грустного одновременно. «Грустно очень. Я боюсь лишний раз пустить слезу. Но все-таки грустно. Со школы 11 лет прошло. И одноклассники, они совсем не… Все люди близкие уже. Я буду очень сильно по ним скучать. Конечно же, я буду скучать по нашим учителям. Я бы хотела им сказать огромное спасибо от всего сердца за то, что они нас все эти 11 лет терпели, заставляли нас учиться. И вот, правда, я за это им очень благодарна». Мария Никифорова – выпускница и гордость 17-й школы. Она медалистка и одна из пяти славянских выпускников, написавших ЕГЭ на 100 баллов. Еще один выпускник, показавший такой же высокий уровень знаний – Сергей Васильченко. «Все ребята моего класса, да как и вся школа стала мне семьей. И я благодарен ей и учителям, а главное родителям за то, что они позволили мне закончить школу с отличием, с золотой медалью». Во всех начинаниях Сергея Васильченко поддерживали его родные. Вот и на выпускной бал вместе с ним пришла бабушка Лариса Конева. «И радость, и разочарование. Он уедет учиться дальше в Санкт-Петербург. Хочется сказать благодарность школе, потому что школа, в принципе, заложила эти знания, а мы просто помогали. А вообще Сережа Трудяга. И он, конечно, большим трудом, усердием добился вот таких успехов. Конечно, мы радуемся. Радуемся его балом высоким, его результатом по окончании лицея. Ну и благодарность учителям». Славянские мальчишки и девчонки в этот день подвели черту под всеми заботами и радостями школьной жизни. Путь длиною в 11 лет завершен. И как бы не было грустно расставаться со школой, ребята понимают, что впереди еще много вершин, которые предстоит преодолеть. Одна из них – получение высшего образования. Славянские выпускники планируют поступать как в вузы нашего края, так и за его пределами. «Поступать планирую в Петербург. И все к этому идет. Я уже собираюсь уезжать, уже взял билеты. И, соответственно, готовиться начал в 11 классе усердно прям. И благодаря этому я хорошо сдал экзамен. Сдавал я физику в этом году, соответственно, профильную математику и русский. Ну, баллов не хватает, чтобы пройти на бюджет и получить будущую профессию. Планирую заниматься компьютерной безопасностью, защитой систем». Главный школьный бал «Алые паруса» начался с торжественного парада. Юные, красивые, с надеждой смотрящие в будущее. Выпускники всех школ района прошли по главной улице города до театральной площади, где их встречали педагоги, родители, друзья. «Поступать планирую в педагоге, родители, друзья». В этом году в нашем районе школу закончили 405 выпускников. С началом нового этапа в жизни ребят поздравил глава Славинского района Роман Снеговский, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский. «Я хочу, чтобы в новой взрослой жизни вы ничего не боялись. Вы не боялись принимать решений, вы не боялись ломать шаблоны и раздвигать границы. Как сказал один философ из двух дорог, которые в лесу раскрылись, непроходную выбрал я, которая поросла травой. И с того дня моя судьба определилась. Это говорит о том, что не надо бояться принимать смелых решений и нужно двигаться вперед. «Я сам сегодня немножко волнуюсь. Ровно 20 лет назад на это здесь я встречал парад выпускников. Первый свой парад в качестве начальника управления образованием. Прошли 20 лет, но не меняется одно. Высокое качество подготовки выпускников Славинского района. Спасибо школам, директорам, учителям и родителям, что вы подготовили таких классных выпускников. Дорогие ребята, встав на ноги, помните о руках вас поднявших. Обязательно найдите слова благодарности сегодня для вашего учителя. Обязательно поцелуйте своих родителей. Они переживали, переживают и еще будут переживать». Все пожелания сказаны. И вот наступила самая торжественная часть бала – церемония награждения медалистов. За особые успехи в учении, памятные подарки и почетные грамоты главы района Романа Сенеговского, депутата Государственной Думы Ивана Демченко в этом году получили 72 выпускника. Среди них – пять учащихся, сдавших единый государственный экзамен на 100 баллов. В этот важный день рядом с выпускниками были их родители, как и 11 лет назад, когда они пришли в первый раз в первый класс. На протяжении всей школьной жизни вместе со своими детьми. Они решали задачи, писали сочинения, в общем, учились вместе. И сегодня у них тоже выпускной. «У нас выпускается младшая дочка. Она закончила четвертый лицей с золотой медалью. Мы ей очень гордимся и желаем ей только светлого будущего». «Это первый выпускник в моей семье. Там впереди еще двое. Очень переживаю, конечно. Я надеюсь, что все дети, которые здесь стоят, поступят, дотучатся и будут гордостью нашей России». Можно сказать, вторыми родителями все 11 лет. Для школьников выступали их наставники – учителя. В этот день им также было жаль прощаться с ребятами. «Это уникальный выпуск. Это дети кадетского класса. Пять медалистов. Очень много человек, восемь, у которых есть знак, отмеченный знаком долг и честь. Все очень талантливые, имеют разряды по легкой атлетике. Уникальные действительно дети. Хочется им пожелать найти свой правильный жизненный путь, достичь новых побед и высот». Для директора 25-й школы станицы Анастасиевской Натальи Дербенятс выпускной вечер стал двойным праздником. У Натальи Михайловны сегодня день рождения, и она принимала поздравления. Но личный праздник оказался немного грустным. Пришлось расставаться с ребятами, которые учились, жили, росли в школе 11 лет и теперь навсегда покидают ее стены. Для нее, как для руководителя школы, очень важно, чтобы выпускники не просто получили знания, а еще и правильное отношение к жизни. «Научить детей, чтобы они вышли из стен школы и смогли адаптироваться, найти себя в социуме. Самое главное – учим доброте, честности. То есть вот этим вот качеством и также, конечно же, прививаем патриотизм нашим деткам. Поэтому на выходе мы таких детей получаем. И получили в этом году». После окончания торжественной части выпускники выпустили в небо шары, как символ прощания со школой. А после исполнили свой последний школьный вальс. Завершился праздничный вечер концертом краснодарской музыкальной группы «Добрый вечер», а также молодежной дискотекой. После чего небо озарил праздничный салют в честь выпускников 2017 года. Тина Капачевская, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События». «Он так. Продолжение следует...